привет всем это канал mbs электроникс и с вами я олег в начале марта этого года в одном из видео я делал обзор очень хорошего на мой взгляд маленького мультиметра с алиэкспресс это был самый новый на тот момент приборчик от китайского производителя rich meters вот такой небольшой мультиметр арм 102 с тех пор прошло уже почти полгода я к этому прибору привык и пользуюсь в основном им хотя у меня есть еще несколько других мультиметров даже беру его с собой на работу в рюкзачке и вот сегодня друзья свершилось вышло обновление этой линейки и мне приехал на обзор новый мультиметр из этой серии арм 109 сейчас мы распакуем посылку и начнем испытания и сравнения его с мультиметром арм 102 очень любопытно какие изменения и улучшения сделали производители в новой модели итак перед нами два мультиметра слева предыдущая модель арм 102 а справа новый арм 109 давайте сперва посмотрим на очевидное отличие между ними а потом на не очень очевидны вес 113 грамм арм 102 ровно столько же весит 109 модель я разобрал оба мультиметра это арм 102 это новый арм 109 давайте посмотрим какие то есть отличия на печатной плате или нет платы похожи но видно что это платы разные на самом деле видим что изменено положение вот этого зуммера здесь в области процессора практически все одинаково кварц на 4 мегагерца собаки лают на улице у меня ну и здесь есть небольшие отличия вот в расположении вот этих резисторов шунт для измерения больших токов точно такой же и одинаковой конструкции клеммники в общем каких-то особых претензий к качеству изготовления печатной платы у меня нет органы управления и режимы измерений синяя и оранжевая кнопки в новом мультиметре работают по-другому в предыдущей модели левая кнопка активирует режим hold то есть удержание показаний это основная ее функция hold активируется мгновенно при нажатии на кнопку если нажать и удерживать то включается подсветка у новой модели работа синей кнопки изменена теперь при нажатии кнопки мультиметр входит в ручной режим переключения диапазонов после этого каждое последующее нажатие этой кнопки просто переключает диапазон измерений я забыл сказать в начале видео конечно же оба этих прибора обладают автоматическим переключением пределов измерений в предыдущей модели в арм 102 у нас выбора не было пределы измерений всегда переключаются автоматически как видим в новой модели разработчики предусмотрели также и ручной режим переключения пределов подсветка в новой модели включается точно так же как и в старой длительным нажатием на синюю кнопку точно так же и отключается в предыдущей модели мультиметра правая оранжевая кнопка никак не промаркирована видимо китайцы просто забыли ее подписать на самом деле эта кнопка включает дополнительный режим измерения в каждом из положений основного переключателя например в режиме измерения напряжения оранжевая кнопка переключает между функциями измерения переменного или постоянного напряжения то же самое эта кнопка делает и в новой модели в 109 разработчики уже не забыли подписать кнопку в качестве дополнительной функции на эту кнопку повешена еще функция hold удержание показаний и на мой взгляд это один из немногих недостатков этого мультиметра по сравнению с предыдущей моделью дело в том что для удержания показаний необходимо нажать и удерживать какое-то время оранжевую кнопку кому-то это может показаться неудобным оба прибора работают от двух батареек формата 3а это обеспечивает намного больше срок автономной работы по сравнению с теми мультиметрами которые питаются от 9 вольтовой батарейки формата кроны у меня в 102 мультиметре батарейки работают уже полгода я их сейчас поставил на место потому что вытаскивал перед взвешиванием мультиметров в новый я установлю вот такие аккумуляторы батарейки немножко поцарапаны у них ободрана изоляция эту изоляцию мне ободрала обезьяна вот эти батарейки у меня были установлены в фонарике фонарик был установлен на велосипеде а велосипед стоял в коридоре моего дома в индии в коридор забралась обезьяна уронила мой велосипед разбила фонарик и погрызла вот эти батарейки такой был смешной случай мои приключения в индии вы можете посмотреть на специальном канале который называется india magic tv первый режим это у нас выключено это все одинаково второй режим у предыдущей модели это измерение напряжения постоянного и переменного у новой модели кроме измерения напряжения в этом положении переключателя добавлены у нас измерения частоты и измерения скважности прямоугольного сигнала третий режим не отличается это мили вольты измерения малых напряжений постоянных и переменных то есть в этом положении схема обоих мультиметров переключается в особый режим благоприятный Для измерения малых напряжений Это очень хорошо Это повышает точность измерения небольших напряжений Четвертый режим у обоих мультиметров Тоже абсолютно одинаков Это измерение сопротивления Измерение целостности И падение напряжения на PN-переходе Это прозвонка цепей звуковая И измерение емкостей Четыре функции в одном положении переключателя Что здесь, что здесь Функции мы, как я уже говорил Выбираем вот этой кнопочкой Select В предыдущей модели В 102 мультиметре Пятое положение выключателя Это измерение частоты и скважности переменного напряжения В новой модели В пятом положении то же самое Измерение частоты и скважности Но еще дополнительно Эти же режимы выведены вот сюда Во второе положение переключателя Я думаю это сделано просто для удобства Шестое положение переключателя В 102 мультиметре Это измерение тока Постоянного и переменного В новом мультиметре шестое положение это также измерение тока амперы и миллиамперы. В 102 мультиметре это положение переключателя измерения малых токов миллиампер. В новом мультиметре миллиамперы объединены с амперами вот в этом положении. А следующее положение это измерение микроампер. То есть добавлен еще один режим для измерения очень малых токов микроампер. И последнее положение переключателя. В 102-м это измерение температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта. В 109-м мультиметре у нас отсутствует режим измерения температуры. Температуру он мерить не умеет. Вместо измерения температуры добавлен режим генератора. Генератор тестовых сигналов прямоугольной формы. Подробнее рассмотрим дальше. С мультиметром идет вот такой чехольчик. Видимо это водонепроницаемая прорезиненная ткань какая-то. На щупах написано 10 А. Они довольно мягкие. Здесь есть дополнительные вот такие крышки изолирующие. С разломкнутыми щупами показания у нас скачут. Это просто наводка. Наводка на провода. Это нормальное явление. Я видел в отзывах на Алиэкспресс к этому мультиметру. Кто-то из покупателей жаловался. Кто-то говорит, вот почему-то там показания все время меняются. Если мы замкнем щупы, то мы увидим, что показания у нас четко стоят на нуле. Это связано с тем, что у нас у мультиметра автоматическое переключение пределов измерений. И когда у нас щупы разломкнутые, он автоматически переходит на самый чувствительный предел. Давайте попробуем замерить напряжение вот такой литиевой батарейки Samsung. Батарейка для сотового телефона. Мультиметр показал 3,765 вольта. Попробуем предыдущую модель. 3,761 вольта. Разница в показаниях 0,004 вольта. Это мой старый Мастек 8229. Когда-то была достаточно популярная модель на самом деле. Он показал 3,81 вольта. Видим, что есть некая разница в показаниях. Предполагаю, что новый маленький китаец все-таки точнее. Потому что у него АЦП с большим разрешением. И у него 10,000 отчетов. Против 2,000 у Мастек. Об этих отчетах мы с вами обязательно поговорим чуть позже. На самом деле очень трудно судить о точности прибора. Не имея в распоряжении источника образцового напряжения. К сожалению, у меня его нет дома. Давайте еще попробуем замерить вот таким интересным прибором. Это тоже Мастек. Этот показал 3,77. Очень близкое значение к показаниям наших героев обзора. Задача измерения постоянного напряжения для большинства мультиметров это дело достаточно тривиальное. Гораздо неоднозначней все обстоит с измерением переменного напряжения и переменных токов. Многие пользователи не обращают внимания на вот эту надпись мелким шрифтом оранжевыми буквами TrueRMS. На самом деле метод измерения переменного напряжения и тока TrueRMS обычно бывает доступен только в более дорогих полупрофессиональных измерительных приборах. Этот термин относится к измерению среднеквадратического значения переменного напряжения или тока. Обычное более дешевое измеряют переменное напряжение и токи по принципу средневыпрямленного значения. Такой дешевый прибор нам выдаст достоверные результаты только при измерении переменного напряжения синусоидальной формы. Если форма сигнала будет отличаться от синусоидальной, то прибор начнет нам врать в той или иной степени. То есть если вы радиоинженер или радиолюбитель и вам приходится иметь дело с сигналами различной формы, то вам стоит подумать о приобретении мультиметра с функцией TrueRMS. Конечно, если вы покупаете прибор только для того, чтобы измерять напряжение сети время от времени, то вам не стоит заморачиваться с этой функцией. Давайте протестируем наши мультиметры в плане измерения реального среднеквадратического значения или TrueRMS. Нам потребуется функциональный генератор или генератор сигналов различной формы. У меня есть вот такой неплохой самодельный генератор, который я себе сделал когда-то давно. Он работает по принципу прямого цифрового синтеза или DDS. Генератор я сделал на микроконтроллере от Mega 16 и в принципе он может выдавать абсолютно любую форму сигнала, какую вы в него забьете, в его прошивку. Сейчас мы включим генератор, я вам покажу как он работает, а в правом верхнем углу экрана вы увидите осциллограф, который будет отображать форму сигнала с этого генератора. Установим частоту 200 Гц. Установил 200 Гц, нажимаю кнопку пуск. Генератор начинает работать, нужно подстроить развертку осциллографа. Вот мы видим, что сейчас у нас синусоидальный сигнал частотой 200 Гц. Этими кнопками мы можем менять форму сигнала. В данном случае я поставил прямоугольник. На выходе генератора получаем меандр с частотой 200 Гц. Кроме того, у нас есть треугольный сигнал. Есть у нас пила. Обратная пила. И сигнал специальной формы, который называется ЭКГ. Это сигнал, имитирующий биение человеческого сердца. Итак, у нас два мультиметра RichMeter с функцией TrueRMS и Mastec8229 без такой функции. Генератор в режиме синусоидального сигнала, что мы и наблюдаем на экране осциллографа. Сейчас я регулирую выходной сигнал генератора, чтобы поставить примерно 2 В. Видим, что на синусоидальном сигнале показания всех трех мультиметров примерно одинаковы. У двух RM практически одинаково все. А Mastec традиционно немного завышает на какие-то копейки. Включаю прямоугольный сигнал. Два маленьких китайца показывают опять же практически одинаково, а показания Mastec завышены. Согласно теории, у обычного мультиметра на прямоугольном сигнале показания должны быть примерно на 10% завышены относительно прибора с функцией TrueRMS, что мы и наблюдаем на нашем испытательном стенде. Включаю треугольный сигнал. Как и следовало ожидать, на треугольном сигнале расхождение в показаниях стало меньше. Это происходит потому, что треугольный сигнал по своей природе очень близок к синусоиде. Чем ближе форма измеряемого сигнала к синусоиде, тем более точно измеряет переменное напряжение обычный мультиметр без функции TrueRMS. Напряжение пилообразной формы, так называемый Softus. Здесь мы видим, что Mastec уже слегка занижает показания. У RM-ок можно сказать, что показания одинаковые, разница только где-то в районе тысячных долей вольта. Думаю, можно сделать вывод о том, что у этих двух маленьких мультиметров режим TrueRMS действительно есть и он работает. Интересно, что будет на сигнале кардиограммы. Давайте посмотрим. Оба ричметра выдают примерно 0,66, а мультиметр без функции TrueRMS выдал заниженное значение 0,47 вольта. Обратите внимание на разницу в показаниях RM-102 и RM-109. 102 у нас показывает значение в вольтах, а 109 переключился в режим милливольты. В этом режиме точность выше, так как есть один дополнительный разряд справа после запятой. В этом плане 109 меня порадовал, видимо у него действительно более точный АЦП. И вот мы логически подошли к теме о количестве отсчетов в этих мультиметрах. Прежде чем вести речь о количестве цифровых отсчетов, необходимо обратить внимание на число разрядов индикаций. Например, вот у этого старенького дешевого мультиметра, или у такого когда-то популярного прибора, фактически три цифровых разряда. Первый разряд, крайняя левая цифра у нас, фактически может показывать только две вещи, единицу или знак минус. Это все, на что он способен. Если мы с вами обратим внимание на переключатель диапазона такого мультиметра, то мы заметим, что максимальные значения диапазонов в основном везде связаны с числом 2. 20, 200, 2000 и так далее. То есть, независимо от десятичного порядка, такой мультиметр может нам на любом диапазоне отобразить только 1999 отсчетов. Большинство дешевых измерительных приборов устроены именно по такой системе. Это связано с разрядностью их аналогоцифрового преобразователя. Чем меньше отсчетов у такого преобразователя, тем он дешевле. Но прогресс не стоит на месте, и последнее время даже в недорогих мультиметрах стали применять достаточно продвинутые АЦП. Давайте возьмем RM102, предыдущую модель, и внимательно посмотрим, что на нем написано мелким шрифтом. Слева внизу написано 6000 counts, 6000 отсчетов. Это означает, что на любом диапазоне измерения наш мультиметр теоретически различает 6000 градаций измеряемой величины. То есть на каждом диапазоне максимальная десятичная цифра в левом старшем разряде будет 6. То есть теоретически такой мультиметр в три раза точнее обычного, самого распространенного, с числом отсчетов 2000. Давайте посмотрим, что в плане разрядности предлагает нам новый мультиметр RM109. Судя по надписи мелким шрифтом, у новой модели 9999 отсчетов на диапазон. И на самом деле это главное отличие его от предыдущей модели, не для всех очевидное, но именно оно определяет небольшую разницу в цене. 109 примерно на 8 долларов дороже 102. Очевидно, что в нем применен более мощный АЦП. И для того, чтобы не очень сильно поднимать цену прибора, производители отказались от функции измерения температуры. Но зато у нас есть теперь функция измерения очень маленьких токов, микроампер. Это очень важно на самом деле для меня, по крайней мере. И у нас есть встроенный генератор тестовых сигналов прямоугольной формы. В общем-то это удобно, иметь такой генератор всегда под рукой. Не буду занимать ваше время обзором таких тривиальных функций, как измерение сопротивления или измерение токов. Со стандартными функциями эти мультиметры справляются отлично. Давайте посмотрим, как работает генератор нового мультиметра. Я подключил щупы мультиметра к осциллографу и давайте переведем его в режим генератора. При включении этого режима на щупах мультиметра сразу же появляется тестовый прямоугольный сигнал частотой 50 Гц. Амплитуда сигнала около 3 Вольт. Нажимая на оранжевую кнопку мы можем переключать частоту. На экране осциллографа видим качественный прямоугольный сигнал. До 1000 Гц частота переключается с шагом 100 Гц. После 1000 Гц частота переключается с шагом 1000 Гц. Максимальная частота генератора 5 кГц. После этого опять возвращаемся в 50 Гц. Поскольку у прямоугольного сигнала очень широкий диапазон гармоник, то даже генератор с максимальной частотой в 5 кГц позволяет нам проверять радиочастотные устройства, работающие в диапазонах сотен мегагерц. Давайте проверим, как работает частотомер у мультиметра RM09. На вход прибора подаю прямоугольный сигнал со своего генератора. 1 МГц. 2 МГц. 4 МГц. 8 МГц. Это все, что может выдать мой генератор. Измерение емкости. Электролитический конденсатор на 1000 микрофарад. Начинаем измерение. Ждем. Достаточно долго это происходит. Специально ничего не вырезаю из видео. Обычно большие емкости измеряются длительное время. Попробуем конденсатор на 2200 микрофарад. Кстати, при проверке электролитов лучше соблюдать полярность подключения. Чем больше емкость, тем дольше приходится ждать. Маленький электролит на 47 микрофарад. Такая емкость измеряется несколько быстрее. Пленочный конденсатор на 22000 пикофарад. Измеряет практически мгновенно. Очень любопытно померить малые емкости. Обычно дешевые мультиметры малые емкости мерить не умеют. Это керамический конденсатор на 15 пикофарад. Такой используется в цепях кварцев микроконтроллеров. Давайте попробуем измерить его емкость. RM109 такую емкость измеряет, хотя и показывает завышенное значение. Возможно, во время измерения приплюсовывается емкость щупов и емкость монтажа самого прибора. Ну и, конечно же, емкость меня, потому что я пальцами держусь за конденсатор. Небольшие емкости прибор меряет, и это очень хорошо. Еще мне интересно, насколько быстро срабатывает звуковой сигнал прозвонки. В некоторых мультиметрах он срабатывает с небольшой задержкой, и это раздражает. У RM109 задержки включения сигнала нет, но есть небольшая задержка его отключения после размыкания щупов. И последнее, что я хотел бы проверить, это сопротивление короткозамкнутых щупов при измерении малых сопротивлений. Видим, что это сопротивление в районе 1,1 Ом. Это хороший показатель, но со временем это сопротивление может увеличиться из-за окисления контактов в переключателе. Такое часто случается с мультиметрами. На этом я закончу обзор новой модели мультиметра от RichMeters RM09. Ссылку на прибор я оставлю в описании. Последние 20 минут с вами был Олег на канале MBS Electronics. Напомню, что вы можете подписаться на мой канал, чтобы не пропустить обновлений. До свидания, друзья. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok